МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Танец – это особый вид народного искусства. Не поддаётся счёту, сколько плясок бытовало на Руси и сколько их существует в современной России. Они имеют самые разнообразные названия. Иногда по песне, под которую танцуются, Камаринская, Сене. Иногда по количеству танцоров парная четвёрка, а иногда они определяются картиной танца. Карагути Моня – танец с припевками, широко распространённый в Суджанском и Беловском районах Курской области. Движущиеся по кругу танцевальные группы представляли собой хоровод. Слово это русское и состоит из двух – хор и водить. А вот хор заимствовано из греческого, где хорос тоже означает хор. Такое предположение этимологов полностью подкрепляет современное значение слова хоровод. Русская народная игра – движение людей по кругу с пением и пляской, а также вообще цепь вставших в круг людей, участников какой-нибудь игры. А вот то, как значение этого слова объясняет великий русский лингвист Владимир Иванович Даль, заставляет усомниться в этой теории. По одной из версий Даля, хоровод – собрание сельских девок или молодёжи обоих полов на воздухе для плясок с песнями. И, кстати, произношения у этого слова тоже несколько. Наряду с привычным хоровод существуют ещё два – хорагод и карагод. Родина карагода Тимоня – село Плёхово, где старым лад танцевали этот танец и сохранили традиции его до наших дней. Ведь история карагода уходит вглубь веков. Ещё в XIV веке первое упоминание вообще об народных играх, игрищах, тех же карагодах, хороводах, было в поясеевском сборнике знаменитом. Это ещё в XIV веке. Позже, вот известны такие факты, в Курске встречали Екатерину II, тоже карагодами. В XX веке стали проводить начальные исследования этого танца. В 1937 году учёные приехали в Плёхово. Знаменитый фольклорист Климент Васильевич Квитко написал первые труды именно по истории Тимони. Тимоня в начищенных сапогах, у него вся грудушка в орденах. Тимоня стоит на горе, у Тимонии грудушка в серебре. Тимоня мужик небогатый, у него боров горбатый. Надо сказать, что Тимоня массовый хоровод. В нём участвовало до 300 пар. Выходило карагодить всё село. В Тимоне часто завязывались отношения между девушкой и юношей. Граделивость, неприступность, величавость показывали девушке в этом танце. Несмотря на то, что в рисунке танца женщин больше, мужчина в своём отношении к ним восторжен и настойчив. Он пытается добиться расположения её всяческими выкрутасами. Вот такие карагоды водились. Это было прекрасно. Это вот как говорили нам бабушки, мы были в Поречном. Все цвели как клумба. У нас была экспедиция в Черкасское Поречное. Это так было красиво. Особой изюминкой в костюме Тимоне был головной убор – кокошник. На плоской короткой кичке, расшитой по кумачу или по красной материи. Вышивали шёлком или шерстью. Очень тонко и изящно. Одевались как могли ярче, красивее. И соревновались, кто лучше, кто краше. Все цвета радуги в костюме отражались. Самое всё натуральное. Задняя часть сарафана гофрировалась и была косоклинной. Поэтому на неё уходило много ткани. В движении всё это развивалось и получался пышный хвост. Верхнюю планку на спине и плечике расшивали золотой нитью. Украшали позументом и бархатом с пайетками. Такой костюм широко распространился в России на рубеже 17-18 веков. Главными элементами в нём были пояс, рубаха, передник и сарафан. Его носили не только крестьянки, но и мещанки, и даже купчихи. На голове женщины носили вышитые золотом многосоставленные сороки. Позателем, расположенный сзади головы, не давал ей двигаться свободно. Для придания особой горделивости и статности. Сверху ещё украшалось, значит, и шёлковыми платками, и сверху совсем по центру лба украшалось. Или в зависимости от района Курской области был то, либо это бант красивый, допустим, в Беловском районе, или же вот плюховцы женщины, такая красивая розетка, такая вот, как гребешок вот красивый. Парни одевались тоже нарядно. Для мужского костюма характерен особый покрой рубашки, косоворотка. Разрез воротника не на середине груди, а сбоку. Расшит узкой полоской кумача. Карагот Тимоня, в народном быту массовая круговая пляска. В центре музыканты, играющие на народных инструментах. Во втором ряду певцы, а замыкают хоровод танцоры. Они двигаются по кругу, обязательно против солнца. Вначале девушки начинали играть на кугиглах, которые делали с камыша. Звуки этого инструмента – начальные темы Тимонии. Дальше подключались балалайка, рожок, деревянная дудочка типа кларнета с тростниковым пищиком на месте муштука и коровьим рогом на конце. В Карагоде Тимоня использовались деревянные духовые инструменты. Кроме такого рожка, музыканты играли на флейтах, свирелях и дудочках. Участвовали в основном традиционные инструменты балалайка, как сопровождающий, аккомпанирующий инструмент народная балалайка. Обязательно была народная скрипка, как обязательная. Ну, без кугигл никак нельзя. Их называли по-разному. Кугиглы, кувычки, цивницы. Все зависело от названия материала, из которого был сделан этот инструмент. А делали его в основном из куги – простого тростника, который произрастал повсюду. В основном на кугиглах, что характерно, это же не один инструмент, а даже три комплекта инструмента. Одна начинала играть сольную партию, а две другие исполнительницы должны были вторить ей. Чтобы понять и принять Тимоню, нужно полюбить ее всей душой. Приблизить танец к современности – значит, внести в него новые элементы. Жанна Клевцова – хореограф. Она пробует стилизовать старинные русские танцы, и у нее это получается замечательно. В номере «Славянский орнамент» используется и современные композиции, добавляя к задорным ноткам народного танца Тимони более привычные нынешней молодежи звуки, делая танец для них близким и понятным. Мы видим подачу, курскую именно непосредственно манеру исполнения. Здесь еще как бы в общем целом мы видим надежду на возрождение наших традиций и интереса именно к традициям курского народа и русской культуры в целом. Углядываясь в то, что происходит в танце, мы видим движения. Зримые, которые мы привыкли замечать как движение тела, и незримые. Они во взгляде, в игре, в мыслях и чувствах человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин